Шум и грохот на стройке штатный. Тоннельный проходческий комплекс Татьяна выходит после трехмесячной вахты под землей. Железную леди ждали. В первую очередь строителей. Их собралось очень много. К тоннелю допустили только избранных. Сергей Ушуров отвечает на объекте за безопасность. Для меня это первая сбойка, можно сказать, которая прошла машина. Для меня это очень важный момент в моей жизни. И как бы такое чувство просто переполняет радости. Задача выполнена точно в срок и практически без отклонений, которые прописаны в графике. Однако сложности под землей на пути у Татьяны все-таки встречались. Комплекс уже на выходе из станции на метро «Стрелка» встретился с кладбищем железобетона еще с советских времен. Была выкопана яма почти там метра 12 в глубину. И туда сваливали железобетон. Потом засыпали. И в него ткнулись. Тяжело очень комплекс проходил этот участок. Были повреждения. Две недели были вынуждены под землей его ремонтировать. Но сделали. Второй момент был тоже сложный достаточно. Это когда обследования показали, что у нас здесь стоят еще, вдумайтесь, из столетней давности дубовые сваи, на которых когда-то были здания, фундаменты. А вот дубовые сваи, как железобетонщик, пройти, к сожалению, не может. Были вынуждены принять решение заглубить тоннель почти на 12 метров. Скорость прохода левого тоннеля 16-18 метров в сутки. А 16 августа на финише удалось разогнаться даже до 30 метров. Точно такие же работы начнут вести параллельно уже через полтора месяца. 250-тонную Татьяну должны доставить на исходную позицию к станции «Стрелка» с помощью крана грузоподъемностью 500 тонн. Все работы контролирует лично глава региона Валерий Шанцев. Видим, что строители идут строго по графику. Конечно, приходится решать массу вопросов по ходу. Но будем контролировать, но и помогать. Убежден, что эта стройка у нас проходит сегодня без каких-то таких вот, в кавычках, что ли, героических подвигов. Мне нравится, когда все идет без напряга, нормально, с хорошим качеством и с хорошим темпом. Метро – это не единственная масштабная стройка в регионе. Даже экономический кризис не мешает строительству нового Борского моста, третьей очереди южного обхода и реконструкции проспекта Молодежной. Это в основном магистрали категорийной дороги, категории второй технической категории, по которым в основном у нас идут основные транзитные потоки. Их 12 автомобильных дорог. Плюс город представил нам порядка 400 улиц, на которые необходимо направить федеральное финансирование. У нас еще продолжается работа в Арзамасском районе, работа продолжается в Иксунском районе. Есть объекты, которые, в принципе, выполнены на 60-40% Первомайский район, Дивеевский район. И очень большой объем у нас начинается тоже по Нижненовгород-Шахуне-Киров, это Уренский район, порядка 8 километров. Компания по ремонту 250 километров дорог завершается. Работать на двух участках автодороги Нижненовгород-Шахуне-Киров закончат в конце сентября. А водители уже ставят свои оценки. И безопаснее, и в первую очередь, и быстрее. Большая колейность была в этом районе, сейчас получше. По Павловской трассе получше стало, там Навачино, Навашино. И Арзамасской всегда ремонтируется хорошая трасса. Хорошая дорога – это качество работ плюс безопасность. Некоторые объекты глава региона берет под личный контроль. Жители Выкста пожаловались губернатору в Блоге на дорожное покрытие на территории ЦРБ. Малерий Шанса проверяет ситуацию лично. Жалобы подтвердились – около двух километров больничных дорог в аварийном состоянии. Я вспоминаю, меня привезли из Клифосовского, и потом я ехал на инаугурацию, на скорой помощи. Вот когда весь обожженный, каждую ямку вот эту вот чувствуешь так. Я потом приехал и заставил всех каждую ямку заделать. Неужели Вы это не видите? Прямо на месте Валерий Шанцев решает проблему. Вот я сейчас в Иксе, здесь есть центральная больница районная. Я вот таких дорог, как у них здесь внутри, по которым и скорая помощь ездит, на гемидиале свезут людей. Я не видел нигде. Ты бы подъехал сюда, оценился и быстро бы сделал. На встрече с жителями города губернатор вновь задает вопрос о больничных дорогах. Шансов успокаивает людей. Все приведут в порядок в течение месяца. У меня вопрос, когда решится ремонт дорог около больничной территории и стояночных мест. Выдал все уже команды. Завтра придут обследовать эту дорогу. Завтра подпишу выделение денег. Вот прошу только руководству принять решение, что это аварийная ситуация. Потому что если проводить конкурсы, это мы и в зиму уйдем совсем. Я думаю, что к середине сентября там будет все гладко, как что. Кстати, в Нижегородской области вместе с Саратовской и Республикой Татарстан вошла в федеральный пилотный проект «Безопасные и качественные дороги». Правительство уже отправило в Минтранс России предложение на ремонт 12 областных дорог и около 400 улиц Нижнего Новгорода. Это некое комплексное решение, которое мы сейчас должны, в первую очередь мы его должны разработать совместно с городскими властями. И, соответственно, уже в Росавтодоре его продемонстрировать, защитить. И если они примут нашу концепцию, соответственно, мы его будем в рамках этого пилотного проекта реализовывать. После анализа всех материалов регионы выделят средства из федерального бюджета. Предположительно, более 15 миллиардов рублей. Осуществлять проект намерено 9 лет. Сначала займутся неотложным ремонтом дорог и ликвидацией опасных участков. Это намерено завершить до 2018 года. Далее строительство новых трасс. Антон Ганин, Юлия Короткова, Виктория Кузьмина, Михаил Гордников, Ренат Бигбаев. Объективно. ННТВ.